Высказывания победителей не судят, к спорту уже давно никакого отношения не имеет. Из национальных героев эти люди могут в одночасье превратиться в изгоев. И виной тому допинг. 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 Покупаешь дорогую машину, ну например там BMW условно, ездишь на ней месяц, да ты доволен, все хорошо. Вдруг у тебя ломается двигатель, ты приезжаешь в сервис, тебе говорят, а у тебя под капотом двигатель от жигулей стоит. Да ты как на это начнешь реагировать? Скажи, не можешь такого быть. Если нам врач сказал, что там ничего нет, у нас нет оснований не верить своему врачу. Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов занят, пожалуй, самой приятной составляющей профессии спортсмен. Признание в любви, слова поддержки, искренние улыбки. Встречи с поклонниками, те недолгие моменты, когда они понимают. Жизнь, отданная спорту, прожита не зря. Мы вас очень верим. Спасибо, я буду стараться, обещаю. В российской сборной по биатлону сейчас почти не осталось спортсменов, которых бы не коснулись допинговые проблемы. Оптовые дисквалификации, предупреждения, штрафные санкции и постоянный надзор. Приехали инспекторы и не пустили на охране, на что они сказали, что мы инспекторы ВАДА, ради бога, вы сделаете звонок, мы вас пропустим. Никто не скрывается, пожалуйста, заезжайте. Только для этого нужно заказать на вас пропуск. Естественно, никаких звонков не было сделано, да, и там не был записан штраф определенный. Я считаю, что это просто бред. В конце концов, это не животные, которые можно тестировать 24 часа в сутки, да. Сдай допинг-тест и спи спокойно. Это точно не о нынешних временах. Инспекторы допинг-контроля могут прийти к спортсмену даже ночью. Это запрещено кодексом ВАДА, но на крупных стартах данный пункт все же нарушают. Ну, не знаю, маразм какой-то, да. Потому что когда ужесточение доходит до маразма, то это, в принципе, тоже, наверное, не есть хорошо. Можно ужесточать как-то более грамотными какими-то способами. Мы должны давать сведения, где мы находимся и так далее и тому подобное в режиме 24 часа в сутки, грубо говоря. Каждый день 365 дней в году. Ну, позвольте, есть сборы соревнований, а есть мое личное время, которое вот, ну, так уж вот хочется мне, да, чтобы об этом, в принципе, вот, ну, не знали люди, да. И я думаю, что я имею на это право. Национальное антидопинговое агентство Русада создано чуть больше года назад. Когда его появление объявили официально, казалось, допинговые скандалы уйдут в прошлое. Наверное, лучше спросить у них, чем они занимаются и какие улучшения происходят. Потому что для меня, как для спортсмена, в принципе, никаких изменений. Далеко не все представляют, что работа идет. Все говорят, ага, поймали, значит, ничего не делали. Между тем, может быть, извините, поймали, потому что эта работа активизировалась. Вопреки распространенным мифам, Русада не занимается обнаружением допинга и дисквалификацией спортсменов. В компетенции Русада составление списка тестируемых спортсменов, сбор проб, их доставка в лабораторию, образовательные программы и подготовка инспекторов допинг-контроля. Высоких профессиональных требований к этой работе нет. По кодексу ВАДА есть только два условия, которые позволяют работать человеку-инспектором допинг-контроля. Это совершеннолетие и отсутствие конфликта интересов. Медицинское образование – это просто перебор по требованиям. Две ничем не примечательные стеклянные бутылочки, но для спортсмена они как орудие инквизиции. Именно с этим, нехитрым снаряжением, инспектор допинг-контроля может прийти к спортсмену в любое время. Спортсмен не имеет права отказаться от прохождения тестирования, если он выбран для тестирования. Каждая такая бутылочка оборудована специальной защитной системой. Закрыть ее можно только один раз и только руками самого спортсмена. Уже через несколько часов пробы А и Б должны попасть в лабораторию. Там никто не знает имени спортсмена. От него остается лишь входящий номер на банке. Антидопинговый центр в Институте физкультуры и спорта. Единственная в России лаборатория, которая может проводить анализы допинг-проп на международном уровне. Попасть сюда так же сложно, как в Кремль. Мы имеем аккредитацию Всемирного антидопингового агентства, которое позволяет нам выполнять анализы как на всероссийских соревнованиях, так и на международных соревнованиях, включая крупнейшие чемпионаты мира, естественно, Олимпийские игры, которые в Сочи будут. Все новейшее оборудование появилось в лаборатории всего несколько лет назад. Стоит оно миллионы долларов. Проведение любого анализа допинг-пробы максимально автоматизировано. Вероятность ошибки и человеческий фактор практически исключено. Лишат атлета медали или нет, зависит вот от таких сверхчувствительных, но не к судьбе спортсмена, приборов. Это прибор нового поколения. Он вобрал в себя все последние достижения аналитического приборостроения. Это так называемый орбитрэп. Орбитальная ионная ловушка. Чувствительность этого прибора просто фантастическая. У нас они используются для анаболических стероидов, бета-оргонистов, антиэстрогенов. Сейчас нахождение допинга как игра в кошки-мышки. Поймают или нет, перехитрит или не получится, предсказать невозможно. Но методики обнаружения запрещенных препаратов совершенствуются день ото дня. Профессионалы спортсмена, к сожалению, используют очень изощренные методы применения допинга, которые можно только определить, имея предварительные данные спортсмена. То есть спортсмен сам задает себе стандарт или тот диапазон изменения своих физиологических показателей, если за которые он выходит, это сразу же с большой вероятностью было применение допинга. Сейчас эта методика отрабатывается с применением самых совершенных статистических методов. Это, кстати, один из мифов, таких, что уже на биатлонных соревнованиях продают допинг, чуть ли не вот лоток стоит, с которого торгуют оптом и в розницу. На самом деле мне сложно ответить на этот вопрос, я не знаю, где можно допинг купить. Интернет – то место, где можно найти все, в том числе и допинг. Рекомбинантный эритропоэтин – один из новейших запрещенных препаратов. Если постараться, то заказать его можно через всемирную сеть примерно так же, как книгу или диск. Можно найти и препарат Мирцера, последнюю модификацию эритропоэтина, указанные цены и производители. Так что, если допинг существует, значит, это кому-нибудь нужно? Эритропоэтин – не допинг. Эритропоэтин – очень эффективное лекарство для лечения, скажем, нарушений крови, связанных с заболеваниями почек. И придумали его совсем не для спорта. Именно поэтому достаточно легко многие препараты купить в интернете. Но есть и легальные, а значит, природные препараты, которые допинг могут заменить. А главное – не вредить здоровью спортсмена. Многие из них были представлены на ежегодной выставке «Спортнутромед». Буквально мы сразу же после тренировки можем начать анаболическое строение организма с помощью обычных питательных веществ. С помощью того же протеинного шейка. Или, например, аминокислот. Аминокислоты покупают лыжники. Вот у нас есть спортсмен-лыжник. Она недавно ездила в Канаду, она нам рассказывала, заняла там второе место с нашим продуктом. Но спорт без допинга по-прежнему представить невозможно. Организм спортсмена при запредельных нагрузках изнашивается так же быстро, как и после применения запрещенных веществ. Поэтому и по сей день есть много сторонников того, чтобы допинг легализовать. Мы все-таки должны бороться за право спортсмена, сражаться честно. Разрешить допинг – это все-таки как-то пойти на уступки и здравому смыслу, и в какой-то степени и совести. Самое главное – организовать и создать атмосферу нетерпимости к допингу в стране в виде спорта. Не допингом единым жив сегодня атлет. Спортивные принципы честной борьбы помнят еще многие и верят, что обычный спортивный кураж действует намного сильнее любого эритропоитина. Я даже на тренировках реально представляю состязания высокого уровня. Я скажу, мне снятся сны, когда я выступаю именно на состязаниях на Кубке мира, на Чемпионате мира. Поэтому во мне еще все это есть. Будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует, и, наверное, сегодня никому не выгодно все эти чернушные разборки, тем более такими, на мой взгляд, не очень хорошими, не очень честными методами. По большому счету можно же побеждать и на трассе, и не под ковром где-то, и не за глаза. Допинг, как и борьба с ним – это огромная индустрия. Одним она приносит колоссальные прибыли, другим – колоссальные убытки. Спортсмены порой лишь жертвы этой игры и нашего повышенного внимания и требований. Ведь, по сути дела, и мы с вами тоже толкаем их на применение допинга. А значит, и в наших силах попытаться спасти их от этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok